Сегодня тем, что школа или отдельные классы носят статус казачьих, удивить никого нельзя. Но появление в Славянском районе 20 лет назад такого образовательного учреждения было очень нестандартным решением. Такой эксперимент впервые в нашем муниципалитете был проведен в 46-й школе хутора Нищедимовского протокского сельского поселения. И, как показало время, зерна казачества, посаженные в плодородную почву небольшой сельской школы, дали хорошие всходы. Господа Атаман, личный состав школы для торжественного мероприятия 20-летию организации Казачьей республики Искропостроен, заместитель директора Орловский. По военному чётко проходят торжественные линейки для 98 ребят, которые сегодня обучаются в общеобразовательной школе номер 46 хутора Нищедимовского. Ведь они не просто ученики, они юные казачата, преемники традиций казачьего войска, которое некогда было одной из составляющих военной мощи нашей страны. На этот раз повод для проведения торжественного собрания был особенный. Казачья республика, по законам которой живёт школа, отметила своё 20-летие. Среди почётных гостей – представители казачества Славянского района, бывшие ученики и, конечно же, те, кто в далёком 1998 году впервые воплотил в жизнь идею объединить детей под знаменем казачества. В те годы школу руководил Владимир Григорьевич Селецкий. Вместе со своим заместителем, Зоей Васильевной Панченко, они понимали, что без духовной составляющей невозможно качественно построить образовательный процесс. Это был излом нашего государства. Ушли те ценности, которые много лет считались приоритетными, незыблемыми. Я имею это и Коммунистическая партия, Комсомол. На смену пришли другие ценности, провозгласили, что государство не должно вмешиваться в воспитательный процесс, только учебный. Но потом, как показало время, что это неправильно. Мы стали искать те свои корни. И вот мы решили, что нет ничего вечного, как то, что было создано до нас, и мы его только возобновили. Возвращаясь сюда, я вижу, что новый педколлектив продолжает заложившиеся традиции, приносит что-то новое, современное. Школа живет, развивается. И это меня, конечно, очень радует, что я когда-то прикоснулся к этому. Тогда мало кто мог поверить, что эта идея приживется в школе. Учащиеся воспринимали это как забавную игру, вспоминает первый атаман Казачьей республики Геннадий Хильченко. «Принималось все это как шутка, и ждали, ждали, не знаю, неизвестности ждали. Все, ну, как говорится, начиналось с нуля. Было, сначала было страшно, потом было интересно. Были каждую неделю у нас, также изначально было в каждом классе атаманы. У нас был каждый понедельник как планерка, да, скажем, или заседание. И мы решали, ставили задачи на дальнейшую неделю, чем конкретно будем заниматься. Теперь они похожи на казачат. Мы-то, у нас ни формы, ничего этого не было. Это все было формально. Сейчас, конечно, они должны гордиться тем, что они учатся именно в этой школе. И, как уже сказали, эта школа первая в районе стала казачьей». Главное, что дает детям Казачья республика, считают ее выпускники, это то, что она учит не пасовать перед трудностями, смело и уверенно идти к поставленной цели, дружить и быть верным себе и своему отечеству. За 20 лет школа вырастила много выпускников, которыми сегодня гордятся все – и учителя, и ученики. «У нас и Оля Гончарова, она в высшем военном училище, и Панченко, Максим. Это тоже наши атаманы. Кроме этого, наши детки, которые учились в школе, они уже возвращаются в школу. Мойс Юрий Васильевич, который сейчас в Рисовом, он был у нас в поселении, работал главой. Идет дальше на повышение. То есть нам есть с кем гордиться. И очень рады, что смена приходит. Вот те детки, которые были атаманами, у меня сейчас учителем начальной школы, учителем музыки работает Дубко Юлия Алексеевна, это наша выпускница. Поэтому есть результат и есть чем гордиться». Сегодняшний атаман школы понимает, что на нем и его сверстниках лежит задача сохранить и приумножить все то хорошее, что было создано за прошедшие годы. «Есть свои традиции, мы соблюдаем правила все, ездим на всякие казачьи праздники. В нашей школе обучалось за 20 лет много людей. Они поднимали школу, и мы дальше будем поднимать». На торжественном мероприятии гости говорили о том, как важно пронести сквозь века историю и традиции кубанского казачества, что это большая честь – носить казачьи погоны. Ребят и руководители благодарили за ответственное отношение к учебе и активное участие в военно-спортивных соревнованиях. «В наш современный век дети всегда научатся интернету, это веяние. А историю изучать времени не будет хватать. А здесь, благодаря этой казачьей республике, дети изучают и историю современности кубанского казачества, навыки и основы военной подготовки, они любят это. Строевой шаг – это ладно, а метание ножа, сборка-разборка автомата. Если бы вы были у нас на мероприятиях, вы бы увидели у нас совместный казачий круг, где и жители поют, и детки поют. То есть, говорят, без прошлого нет будущего. Так вот, это прошлое, детки в школе изучают». Школа в селе – это не только место, где дети получают знания, но и культурный центр для населения. Жители Нищедимовского гордятся своей школой. «Здесь очень хорошо, весело, мероприятия всякие проводят деткам. Ну, как сказать, всё хорошо в школе, отлично. Отличная учительница у нас, очень мы довольны ней, Ольга Ивановна Тимошенко. Мы рады, что попали к ней в школу». По меркам истории, 20 лет – небольшой период. Но для школы, открытой в 1965 году, это почти половина жизни. И глядя на то, насколько гармонично вплетена тема казачества в образовательный процесс, насколько сплочённый и дружный коллектив учителей и учеников живёт в её стенах, понимаешь, сделать это учреждение казачьим было стратегически правильным решением. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».